С краевого первенства сочинские спортсмены вернулись всего пару дней назад и уже приступили к активным тренировкам. Вне зависимости от медалей и званий, в зале все работают одинаково. Поблажек не дают даже чемпионам. Скорее, особенно чемпионам. С первенства Кубани по Атхэквондо ВТФ сочинцы привезли семь медалей. Одно золото, три серебра и столько же бронзы. Алан Гегия завоевал на турнире титул чемпиона весовой категории до 51 килограмма. Я завоевал там золото, провел один бой финальный, одержав победу техническим нокаутом. Это достаточно редко и в принципе это первый раз так получилось, что соперников не было, потому что все сменили свои весовые категории. В открытом краевом турнире по Атхэквондо ВТФ участвовали более 700 спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Краснодарский край представил команды из 16 городов. Сочи на первенство выставил 13 спортсменов. Я занял второе место, у меня было пять боев, я выиграл из них четыре. Но я средне доволен, я хотел первое место. Я когда в клинче с ним стоял, он всегда мне попадал в голову, я не мог ничего сделать. Для спортсменов участие в турнирах – это ступень к повышению спортивного мастерства. Поэтому на соревнования в Тихорецкий район ездили и совсем юные тхэквондисты, которые тоже пополнили копилку нашей команды серебром и бронзой. Кто как готовился, тот так и выступил. Неплохо у нас выступили юноры, кадеты. Ну а дети, так как это такой возраст, в котором еще они выезжают для того, чтобы набираться опыта, показали тот результат, на который были подготовлены. В принципе, в общем, команда выступила неплохо. Но мы будем стараться, вот мы уже через неделю готовимся к следующим соревнованиям. То есть не то, что готовимся, а выезжаем. Это всероссийские соревнования, которые пройдут в городе Нальчи. Кстати, тхэквондо ВТС становится все более популярным. Сегодня основным течением этого вида единоборств в Сочи занимается порядка 200 детей. Тхэквондо ВТФ, в отличие от ИТФ и ГТФ, олимпийский вид спорта. Здесь спортсмены наносят удары преимущественно ногами. А еще тхэквондо ВТФ предполагает серьезную экипировку, которая защищает практически все тело.